Аккуратненько, но не до конца. Парить не реп. Ну, пока все чисто. Рецепт для сладкоежек. Готовим торт из ТикТока. Мы с утра говорим Про спорт и про моду Все новости мира За полчаса Кнопка пульта остановилась. Наше утро началось. Посвящаем песню любимой программе. Доброе утро, друзья. На календаре 20 сентября, понедельник. Начало новой рабочей недели. И чтобы в нее погрузиться с головой, Нужно зарядиться бодростью И хорошим настроением. Ну, первый пункт это дело сугубо лично каждого. А вот по второму Мы постараемся вам помочь И зарядить вас отличным настроением. Начнем. Сегодня, 20 сентября, На Кольском полуострове Ожидается переменная облачность Без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду. В Кандалакше плюс 7 градусов. В Апатитах и Кировске плюс 5, плюс 7. В Никеле и Заполярном 8 градусов выше нуля. До 9 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске плюс 7, плюс 9. Хорошего вам дня! Доброе утро! Привет-привет! Всем привет! Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. А тот, кто еще ест в гостях, Тот поступает мудро вдвойне. Правда, Дима? Да, тот очень продуманный, тот очень продуманный, правда. И сегодня мы в гостях знаете у кого? У кого? У Стаси Перелыгиной. Стаси, поздоровайся. Всем привет, ребята! Всем привет! Что будем готовить? Так, сегодня мы с вами будем готовить шоколадный торт. Вау! Для коржа нам понадобится 300 граммов муки, 6 яиц, 180 граммов сливочного масла, 250 граммов сахара, 50 граммов какао, 300 граммов сливочного сыра, лимонный сок, щепотка разрыхлителя. Для крема, банка сгущенки, 300 граммов сливочного сыра. Для начала выкладываем сливочный сыр в глубокую миску и взбиваем его блендером. Аккуратненько, но не заканчиваем. Полетели! Ну, по концу чисто. Может, тебе помочь? Да, давайте. Так, теперь добавляем сливочное масло. Прям туда внутрь? Да. Сколько ложек? Прям целое? Целое. И кусок очень? Да. Ого! А не сливнется ли у нас? Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Тогда его будет легче взбивать. Аккуратно смешиваем его со сливочным сыром, после чего добавляем сахар и яйца. Так, Дима, ты пьешь яйца? Ну, естественно. Я вам помогу. Кидай сахар. Я подумал, знаешь ли. Вот сюда. Снова взбиваем все блендером до однородной массы. Затем добавляем лимонный сок. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть у нас и погреть. Оп, все. Да. Вот что значит сильная женщина. Да. Казь. Ума. Она вам все сделает шикарно. Теперь добавляем муку. Желательно просеять ее через сито. Это сделает коржи более пышными. Затем добавляем какао, щепотку разрыхлителя и перемешиваем. Какой там у нас следующий шаг? Следующий. А все, готово. Да едем. Я же говорю, готово. Берем тарелки и темные. И разливаем. И сразу в рот. Сейчас мы уже будем разливать форму. Так, наше тесто в форму. Теперь можно ставить его в духовку. На сколько градусов? Заранее духовку мы нагрели до 170 градусов. Жарить. Отправляем в духовку на 45 минут. И тем временем готовим крем. Смешиваем сгущенное молоко со сливочным сыром. И взбиваем блендером. 45 минут пролетели. Незаметно. Достаем корж. В идеале корж должен остыть. Но поскольку у нас время ограничено, мы достаем его сразу. Перекладываем на тарелку. Разрезаем на две части. Промазываем нижний корж кремом. И добавляем ягодный джем. Теперь сверху кладем второй корж. И проделываем с ним все то же самое. Только вместо джема выкладываем свежие ягодки. Мы взяли чернику, бруснику и клубнику. Торт готов. А у вас вкусно сейчас. Да. Та-дам. Резать будем? Будем. Нож. Сила ножа. Можно я? Сила трех. А давайте втроем. Резать я не буду, ребят. Потому что вы не от этого кулькуна не повесите. Раскладываем торт по тарелкам и пробуем. Три-четыре. Водка слезкая. Ничего не затылал. Я поорал просто. Суховат? Но потому что не пропитался. Ты умница. Так я не могу так рот широко раскрыть. Невкусно. Если он еще настоится, он должен остыть. У нас такой экспресс вариант. Шоколадный торт от Стаси Перелыгиной станет прекрасным угощением для дружеского чаепития. Желаем вам приятного аппетита и доброго утра. Юлия Константинова, Дмитрий Пауль, Андрей Бричко, ТВ21+. Что приготовили звезды? Узнайте прямо сейчас. Овны. Любой пустяк сможет наделать много шуму. Выходя из дома, постарайтесь проследить, все ли в порядке. Забытая мелочь будет стоить вам целого дня нервотрепки. Тельцы. Ваша звезда разгорается все сильнее, освещая путь и вам, и окружающим. Смотрите, не заработайте репутацию Сусанина. Близнецы. Оглянитесь назад сегодня. Это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела. Они быстро и успешно придут к завершению. Раки. Вам нужно четко знать, кого следует игнорировать, и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта. Доброе утро, друзья. Напоминаю, что сегодня мы пытаемся зарядиться отличным настроением на весь день. И у меня это обычно получается, когда смотрю на безумие других людей. Вот не могу просто смотреть без улыбки на одного мексиканского рэпера, который сделал себе золотые волосы. Дэн Сура прошел через необычную хирургическую процедуру, в результате чего в его голову вживили золотые цепочки. Некоторые из них еще и с драгоценными камнями. Про стоимость этой операции музыкант решил умолчать. Теперь, мне кажется, этому рэперу нужно переименоваться в Златовласку. Смотрим, что будет далее в программе. Интересно, а как он спит с этим металлом в голове? Кекс или яблочко. Кулинарные фантазии мурманчан. Необычные украшения. Мастерим браслеты из рыбьей кожи. Присаживайтесь поудобнее. Поем караоке с нашим утром. Сегодня день рождения отмечает Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных боевых искусств, чемпион UFC в легком весе. Поздравление принимает Сергей Бобровский, российский хоккеист-вратарь, чемпион мира. 73 года исполняется великому писателю-фантасту Джорджу Мартину, который создал фэнтезийный цикл «Песни льда и огня». Доброе утро, дорогие друзья! Наверняка вы думаете, что может быть лучше с утра, как не спеть. И вот ваши мысли были услышаны. Сегодня мы с вами будем впервые, наверное, в нашем утре петь караоке. Ну что ж, смотрите, караоке будет про наше утро. Так что садитесь поближе к экрану, открывайте свои глазки пошире и вот смотрите текст, который будет, ну, плыть подо мной. Поехали! Кнопка Пулета Остановилось наше утро, началось! Мы с утра говорим про спорт и про моду. Все новости мира за полчаса придумать сюжет. Мы можем сходу и делиться рекой, как искра на вода. И кнопка Пулета Кнопка Пулета Остановилось наше утро, началось! Наши лица тебе, и уже как родные, их узнаешь легко среди сотни людей. И тебе, добрый зритель, скажем спасибо, то, что каждое утро нас включаешь скорей. Зарядившись немного, с утра позитивом, допивая свой кофе, заправляя кровать. На работу идешь, немного сонливо, ради чего так рано было вставать. Наше утро Тебя разбудило ради утра, ты рано встал с добрым утром. Тебе говорим мы, чтоб с улыбкой свой день начал. Львы, сегодня на вас обрушится такое количество информации, что переварить ее вы будете просто не в состоянии, вам необходима чья-то помощь. Девы Вы и ваши поступки будут у всех на устах. В ваших же интересах не натворить ничего предосудительного, ибо скрыть это вряд ли удастся. Весы Не отмахивайтесь от комплиментов, вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслужите большего. Скорпионы Нынче у вас должна обостриться интуиция, ей и следуйте. Не сворачивая ни на метр. Доброе утро, особенно тем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, мы сегодня все вместе пытаемся зарядиться отличным настроением. Кстати, психологи считают, что настроение поднимает установка своих личных рекордов. Ну, вот яркий пример. Экс-губернатор Марина Ковтун сообщила о своем новом рекорде в соцсетях. Президент ассоциации «Русский лосось» побывала на Восточной Лице, и там она поймала рыбку весом почти 12,5 килограммов, тем самым установив свой собственный рекорд улова. Честно говоря, вот мне с рыбалкой никогда не везет, мои друзья знают. Я один раз умудрился на морской рыбалке не поймать ни одного хвоста, что в принципе нереально. Но, честно говоря, не будем о грустном. У нас сегодня другая задача. И смотрим, что будет в заключительной части нашей программы. На какую еду вы похожи? Мурманчане фантазируют. Отброс рыбопроизводства превращается в аксессуар. Мастерим браслет в этно-стиле. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами его встречаем в мастерской и необычной. Мастерица Александра прямо здесь делает изделие из рыбьей кожи. Такой вид кожа принимает не сразу. Для начала ее дубят и окрашивают. Готовая шкурка создана, чтобы приковывать взгляды. Она выделяется на фоне других украшений, блестит и внешне очень напоминает кожу рептилий. Помимо своих эстетических плюсов, рыбья кожа долго не изнашивается. Не пропускает воду, а по плотности даже крепче коровьей. Но, как и любой качественный материал, такая кожа влетает в копеечку. Она, во-первых, очень дорогая. Это, наверное, ее основной минус. Я могу даже для сравнения вам показать. Ну, вот смотрите. Кожа турецкого крызи-хорза стоит 25 рублей за дециметр. Кожа рыбы стоит 100 рублей за дециметр. То есть это в 4 раза больше. Один из главных плюсов такого природного материала – его экологичность. А ведь это очень важная деталь в современном дизайне. Благодаря новому взгляду на красоту, отбросы рыбопереработки получают вторую жизнь. В основном в ход идет кожа трески. Кожа рыбы еще до конца не раскрыта. И этот материал, условно говоря, новый-старый. Почему я говорю новый-старый? Потому что это старая, давно забытая технология. То есть кожу рыбы использовали те же самые народные саамы, которые проживают на территории Мурманской области. И они сшили из него, изготавливали те же самые сумки, обувь, какие-то защитные перчатки. Год назад Татьяна Абатова получила грант на проведение конкурса «Арктический дизайн». Ей, как исследователю, было интересно узнать, с какими материалами работают местные мастера. Там они познакомились с Александрой, а позже стали вместе экспериментировать с рыбьей кожей. Вот я знаю, да, что очень останавливает всегда людей, когда они смотрят на изделия с кожей рыбы, либо готовые шкурки, что запах выветрился через сутки. И что еще тоже приятно, что очень кожа мягкая. То есть она мягкая, тонкая и очень плотная. То есть с ней еще работать и работать. Возвращаемся в мастерскую. Именно здесь создаются экзотические сувенирные изделия. Александра заранее подготовила подкладочные материалы для будущего браслета. Но сначала определяемся с самым важным. Вам нужно выбрать цвет. Угу. Я возьму красный цвет. Я думаю, это будет смотреться очень ярко и зрелище. Отлично. А я возьму оранжевый. Угу. Переходим к делу – созданию аксессуара. На более плотный кусок композита мы приклеиваем кожу. Его нужно измерить вокруг руки, чтобы он был чуть-чуть больше. Давайте я возьму ваш и его измерю. То есть он будет крепиться стык в стык и все лишнее нужно будет отрезать. Далее с запасом по краям отрезаем кусочек ткани. Тонким слоем наносим резиновый клей на обе поверхности и склеиваем детали. Для того, чтобы они лучше сцепились, используем прикаточный валик. Далее загибаем и проклеиваем края. Ну, именно кожей я занимаюсь, наверное, последние года четыре. До этого более десяти лет занималась бисером. Ну, в принципе, мое увлечение творчеством начались с бисероплетения. Еще в школе, наверное. Потом я перешла на вышивку бисером. С помощью двустороннего скотча мы приклеиваем к основе кожаные шнурки и склеиваем его с основой. Срезаем углы, загибаем и приклеиваем. Соединяем основу и кожаную деталь. Для сборки используем термос. Мы обтягиваем браслет вокруг него и фиксируем скотчем. А застежкой послужат шнурки. Для этого предварительно делаем в браслете дырочки. Наш браслет готов! Вот такая красота у нас получилась. Это совершенно уникальное изделие. Я покажу девчонкам на студии, я думаю, они обзавидуются. Евгения Гречуха, Борис Савельев, ТВ 21+. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 20 сентября, 72 рубля 56 копеек. Курс евро 85 рублей 46 копеек. 10 норвежских крон сегодня равны 84 рублям 31 копейке. Доброе утро, дорогие друзья! Еда – одно из самых главных удовольствий в нашей жизни. Однако мало кто знает, что продукты питания еще и обладают полезными, чудодейственными свойствами. Действительно, мало кто знает, что помимо витаминов и микроэлементов, продукты могут приносить удачу, долголетие и прогресс. Во всяком случае, в это годами верят некоторые страны. Например, в Испании, Португалии, Венгрии и Австрии свинина символизирует прогресс. Отнюдь не без причины. Эти животные никогда не двигаются назад. По словам китайского эксперта по кухне Дори Слам, слово «рыба» на ее родном языке звучит как изобилие. Многие китайцы верят, что если сохранить голову и хвост, человек всегда будет удачлив от начала и до конца. Символом удачи в Турции является гранат. Его красный цвет олицетворяет человеческое сердце, жизнь и плодородие. Округлые семена означают успешное начинание новых дел. К тому же гранат способствует снижению стресса. Продолжаем говорить о еде. Наверное, каждый хотя бы раз в жизни задумывался о том, на какой продукт он похож. Например, я похожа на зефир или на гранат. Я еще не определилась, но у меня есть интересная мысль. Давайте пойдем и зададим этот вопрос мурманчанам. Ну зачем? Я что, на овощ похоже или на фрукты? Не надо такие вопросы каверсные, не надо. На кексик сладкий. Не надо, нет. Зачем? Мне уже за 60 лет какой там нафиг кексик? Едой. Ну, наверное, любимой какой-нибудь моей едой. А что вы любите? Мороженое. Шоколадное обязательно. Ну, если бы я была едой, то я бы, наверное, была бы зеленым яблоком. Почему? Ну, я люблю зеленые яблоки. Сельдерей, помидор, огурец. Каша из кино. Ого, интересно. А вы какой едой были бы? Так, это сложный вопрос. Какой же я едой был бы? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте подумаем. Пусть это будет... Так, 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 ладно. Пусть это будет стейк из говядины какой-нибудь. Вау, сочный стейк из говядины. Сочный, сочный. Но не жирный, сочный, но не жирный. Вот. Я люблю зеленое мясо. Все-таки не стоило проводить этот опрос на голодный желудок. Честно говоря, я ужасно проголодалась. Пойду поем, а вам желаю удачного дня и прекрасного настроения. И снова за звездным советом. Стрельцы. Подходящий день для того, чтобы навестить забытых друзей или родственников. Не забудьте купить им небольшой презент. Козероги. Отнюдь не всегда стоит прятать собственные проблемы внутри самого себя. Не бойтесь того, что кто-то вдруг предложит вам помощь. Это от чистого сердца. Водолеи. Водолеи. Сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете. И скрыть ничего не удастся. Соберетесь слукавить? Запаситесь темными очками. Рыбы. Вы попали в светлую полосу жизни. Пока она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в далеком будущем. И под занойс хотел бы пожелать, чтобы вариантов, как поднять себе настроение, у вас было всегда в изобилии. На этом у меня все. Пока-пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»